Всем привет! У нас утренняя прогулка. Сейчас еще 8 утра, никого свяжу. Сегодня 21 апреля. Посмотрите, у нас уже чуть-чуть травки есть. Лед сошел, солнышко, небо. Красота! Мы пошли с Локушкой гулять. Я забыла микрофон. Не знаю, что получится. Лока, сейчас вам покажу его. Да мой хороший гуляет, мальчик. Тиму и зайчик по самой кромочке. Красота! Пойдем, пойдем, мой хороший. Иди. Иди домой хочет. Пойдем на работу, пора. Пойдем. Очень красиво. Кстати, вот деревья черные такие. Все тот же день, все то же утро. Я сейчас побегу на работу, допью чашку кофе и побегу на работу. Накрутила, смотрите, навела кудрей. Луку отмыла, накорнила. Вот он тут рядышком лежит, сапит чистенький. Продолжаю записывать события сегодняшнего дня. Не знаю, какие они получатся, с вязальным акцентом или нет. Очень соскучилась по вязанию. Последние дни я возвращалась домой очень поздно. Выходные были заняты. Последние два месяца учебы всегда очень сложные у детей. А у нас еще дочь заканчивает музыкальную школу. Без конца какие-то прослушивания, экзамены, тесты. Мы еще год-то с этой пандемией и с нашими болезнями не очень готовы к этому, ко всему. Поэтому приходится заниматься этим вопросом. А сегодня я прям думаю, вот я все. Я сегодня устрою себе релакс. И поэтому вечером я, конечно, к вам обязательно подключусь. Расскажу, покажу, что буду вязать. У меня вязание практически на том же уровне, на каком я вам показывала в последнее включение на день стартов. Я там вяжу из очень красивого, нежно-зеленого кашемирчика с мериносиком себе джемпер, свитерок. Не знаю, кто это получится. Наверное, джемпер с своеобразным вырезом. И вот он примерно на том же самом уровне, на той же самой стадии. Но я хочу сегодня, друзья, начать новый проект. Или хотя бы найти пряжу под этот проект. Мне недавно опять пришел, прибегал ко мне пасхальный зайчик из Соединенных Штатов Америки. И принес вот такой вот гостиниц. Спицы 2.0. Я вот их увидела, такими, вот клевер, кловер. Я очень люблю эти спицы. Они вот микроскопические, понимаете? Микроскопические, видно, нет? Ну, короче, поверьте мне, очень-очень тоненькие. Это практически зубочистки. И что я прямо, я захотела что-то связать, какую-нибудь ювелирную опять вещицу. Носочки, перчаточки, какую-то мелочь, которую можно закончить достаточно быстро. Но в то же время оттянуться там вот с этой вот мелкой работой. Поэтому мне сегодня надо найти пряжу под нее. Я примерно подставляю, что хочу. И это будет такой своеобразный новый старт. У меня в этот раз безобразная неделя стартов. Я все сроки просрочила, но я еще не теряю надежду. Пусть это все немножечко подольше растянется. Ничего, наверное, страшного не случится. Вот такие вот дела из последних новостей. Вчера мама у меня сделала прививку от коронавируса, который называется вот этот вот спутник ВИ. Я вчера была у нее вечером дома. Мы как раз ездили в музыкальную школу. Я зашла к ней ее попроведывать. Была накануне, была в выходные, была еще накануне. Думаю, все равно зайду. Несмотря на то, что времени было очень мало, все посмотрела. Она бодрячком. Сегодня мы уже созванивались. Вчера мы за вечер созванивались, наверное, ну, не знаю, раз пять. Она каждый раз измеряла температуру, докладывала. Тьфу-тьфу-тьфу, друзья, все нормально. Все. Я очень рада. Это первая прививка. Надо будет ставить еще вторую прививку из цикла. Я знаю, конечно, что реакции разные. И на первую, на вторую прививку могут быть. Но будем есть лана по кусочкам. Первая прививка. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтобы все было хорошо. Потому что я за нее очень переживаю. Ей 71 год. Мы зашли не с первого раза на эту прививку. Я ее уже когда-то записывала. Первый раз она отказалась и не пошла. Она сказала, я боюсь, боюсь. Она там наобщалась со своими подругами. Те насмотрелись интернетов и отзывов. Понятно, что сейчас очень разные эти отзывы. И побочки, и последствия. Точно так же, как и от самого коронавируса. Это я уж на себе испытала. И в этот раз я ее записала через госуслуги. Записывала вместе с теткой. Тетка сдрейфила. Мама, слава богу, дошла. Вот такие у нас новости. Буду держать вас в курсе. Вторая прививка, по-моему, 11 мая. Сразу же записывают на вторую. Все бесплатно. Вакцина опять появилась. Какое-то время она пропадала. Но сейчас все нормально. Можно записаться спокойно через госуслуги. Там прям время вам выделят. В поликлинике, конечно, никаких вот этих вот по времени. Все приходят одной кучей. Мама-то моя пришла на час раньше положенного времени. Но это привычка, понимаете, с советских времен. Приходить пораньше, несмотря на запись. Отсидела там этот час в очереди. Но она вроде бы довольна. Самое главное. У нас уже тепло. Скоро начнем ездить на дачу. Пока вот еще не начали. В эти выходные мы были заняты. И было достаточно прохладно. У меня есть небольшая надежда, что мы пойдем в ближайший. Хотя бы на денек. Но все зависит от погоды. Обещаю дождь. Если дождя не будет, пойдем обязательно. Хотя бы в доме приберем. И, может быть, что-то в тепличку кинем. Вот, друзья, такие новости. Там двор. Все уже чисто. Все прибрали. Красота. Побежала я на работу. Друзья, так люблю Байдарочки. Не могла пройти мимо. Посмотрите, какая прелесть. У нас рядом. Вот туда дальше. Если смотреть. Куда-то туда. Есть спортивный комплекс Динамо. И там, видимо, с детьми занимаются. Вот этим Байдарочным спортом. Обожаю просто. Всегда так радуюсь, когда попадаю на их тренировки. Не знаю, это так классно. Даже посмотреть. Ну все. Давайте я вот развернусь. Получится. Вот, я уже такая весенняя побежала. Хорошего вам всем дня. Друзья, новый мой малыш. Тоже Аллаказия. Розовая принцесса. Видите, какой у нее корешочек. А, розовый дракон. Сорян. Пинг-дрэгон. Ну, сейчас не о ней речь. Что она вот так у нас постоит красивым фоном. Я сходила, короче, в магазин. И что бы вы думали? Что бы вы думали? Посмотрите, какие малыши у меня притаились в сумке. Посмотрите, посмотрите, какие цвета. Ну, я вам их покажу попозже из дома. Это у меня заказ сахер был. Это все в порядке, это витаминки. Посмотрите, какие цвета. О! Посмотрите, какие цвета. Боже мой, боже мой. Прозоритель. Вот этот просто потрясающий. Он какой-то даже не совсем горчичный. Горчичный. Чуть-чуть, чуть-чуть с каким-то... Не знаю, даже как описать, сереньким. И вот этот вот классный. Обалдеть. С дымком. С сединой такой. Обалдеть. Просто супер. Зелененький. Прямо, прямо... Ой! По горячим следам снимаю. Красота же. Красота. На перчатке не купила ничего. Ну что, утро даже уже не следующего дня, а через денек. Предыдущее включение закончилось очень удачным походом в магазин пряжи. И давайте я вам расскажу, что же я все-таки купила и что я уже из этого начала вязать. Я пошла в один из своих любимых магазинов вязальных. Раньше назывался он Еко-Нитки, сейчас Ай-Нитки. У них также есть интернет-магазин у ребят, у этих. И они недавно после пандемии переехали в отдельный магазин. Они раньше были в торговом центре, а сейчас у ребят отдельное помещение. Очень за них рада. Помещение красивое, большое такое, светлое. Очень хороший ассортимент. И думаю, ну, схожу на экскурсию, посмотрю, что там есть. Может, у себя что-нибудь куплю, конечно. Магазин сейчас очень удобно расположен относительно офиса, в котором я работаю. И у меня был такой культурный поход. У всех своя культура. У меня вот такой был поход. Кто живет в Екатеринбурге, очень советую этот магазин. Там хороший достаточно ассортимент и инструментов тоже. Чиагу, Хая-Хая, Тюлип, которого вы навряд ли найдете в других магазинах, Адики. То есть, ну, ребят, там как бы все для нашего с вами счастья есть. Они очень следят за всеми этими новиночками, тенденциями. Как-нибудь я напрошусь поснимать для вас, может быть, что-нибудь. Мне всегда очень неловко, но я как-нибудь просто напрошусь. В какой-нибудь день, когда мало народу, в будни, может, с утра. Так, чтобы не мешать работе. Потому что покупателей всегда много. Я так люблю наблюдать за тем, кто что покупает. Но в этот раз мне было не до этого. Потому что я добрела до стойки с носочной пряжей. Давайте вспомним, на чем мы закончили. Я тут вам рассказывала про перчатки. Хочу перчатки. Хочу прям прихочу. И в итоге, конечно же, это никакие не перчатки. Посмотрите, какая красота. Такой получился светофорчик. Вот только надо вот так сделать. Ой. Вот так. Светофорчик такой получился. Сейчас покажу отдельный каждый моточек. Это пряжа, товарищи, регия Мерина Як. Я теперь понимаю очень искренне тех людей, которые берут в руки вот эту пряжу. Или какую-нибудь новинку другую от регии. И говорят, что знаете что, мы, наверное, будем только из нее вязать. Поскольку пряжа, на самом деле, мне очень понравилась. Она отличная. Поскольку достаточно она дороговатая, то как раз вот малые формы, носки, перчатки, варежки, шапки из нее сам а то. Хотя пряжа, несмотря на то, что у нас состав носочный, мне кажется, это будет идеальная пряжа для каких-то совершенно сногсшибательных плечевых жаккардов. Она просто потрясающая. Я взяла по одному моточку, попробовать на носки. Не знаю, как она будет в носке, но пока в вязании я просто от нее в восторге. Она настолько приятная. Она настолько... Не то, что другая, но она просто вот... Я даже описать не могу, мне ее не хочется из рук выпускать. Нет никакой пропитки. Она нежная, приятная. Посмотрите, какие цвета. Ну, вы посмотрите только. Для темноволосых вот такой цвет зеленый найти. Это ж находка. В общем, я, наверное, с зарплаты схожу за комплектом на то, что вы называете лапописи. На круглый свитер с кокеткой. Красивый какой-нибудь, потрясающий. Итак, что у нас тут написано? 400 метров в 100 граммах. 58% шерсть, 28% полиамид и 14% шерсть яка. Сделано в Румынии для реги. Потрясающе. Еще, конечно, это премиум-премиум. Это вообще супер-премиум. Друзья, цвета все не могу сейчас быстро найти. Цвета я все вам подпишу в инфобоксе, если просто будете покупать в интернет-магазине, чтобы вы знали, какими цветами я тут вяжу. У меня вот такой красивый, это был первый цвет, который мне попался, очень красивый, вот этот горчичный. Он не совсем желтый, вот он именно цвет горчицы. И вы видите, что он немножко неоднородный. Тут чуть-чуть более темная ниточка добавлена. И сейчас покажу вам уже то, что я начала. Там видно, что цвет не совсем такой плоский, он меняется и меняется. Посмотрите, какая красота. Это просто прелесть. Вот такая горчичка. Дальше в качестве компаньона, но сейчас посмотрите, как компаньон практически этот цвет не используется, я свяжу из него отдельную пару. Вот без, не жаккардом, а вот только из этого цвета. Вот такой зеленый, очень красивый. Это прям день цветов Патрика. Смотрите, какая прелесть. Я вообще просто в восторге вот от таких зеленых цветов. И еще там был зелено, немножко в синеву уходящий, просто снос всего. Если бы не цена этой пряжи, я бы, наверное, каждого цвета купила как минимум по одному мотку. Вот немножечко даже на пряжи видно. Пушочек есть. Он очень приятный, очень. И вот такой красивый, я бы сказала, что он немножечко брусничный. Чуть-чуть сейчас у вас уходит цвет в теплый, но он холодный. Даже вот на фоне этого не видно. Он холодный цвет, и он именно такой ягодно-брусничный. Он не красный. И тоже с такой сединой небольшой, с таким пушочком отличный. Да, это не дешевая пряжа. Один моточек стоит. Чуть дешевле 1000 рублей, там 900 с чем-то, что ли. Может быть, в интернет-магазине можно найти подешевле. Я не искала. Мне хотелось прийти, сделать себе такой подарок, купить и выйти из магазина с пряжей. Вот я вышла с этими тремя моточками. Естественно, естественно, я сразу же ударилась во все тяжкие. Смотрите, какая получается красота. Новые носки вяжу из головы. Пока называю их предварительно дизайн ну что-то типа Лондон. Давайте вот так вот. Здесь используется вот этот вот, вот этот мотив. Он, по-моему, называется Аргайл. Это ромбики. Они такие британские-британские. Вот я хотела желтый, вот этот горчичный с зеленым, но он у меня оказался только востребованным на резиночке. Основной узор очень классно. Вот этот вот брусничный. Здесь хорошо, кстати, видно брусничный и горчичный. Рисунок сложный. Местами есть по 5 петель подряд. Мне очень не хочется делать джекард с протяжками, потому что джекард, вернее, мне очень не хочется делать джекард без протяжек, потому что все равно полотно получается не очень ровное. 5 петель для меня это очень много. То есть связать 5 петель, пропустив с обратной стороны нитку без подхвата. Это кажется, что это кажется многовато для меня, но разница есть. Вот посмотрите, вот эту часть я связала с джекардом без протяжек, а вот эта с протяжками. То есть здесь явно ровнее. Друзья, получается просто какой-то экстаз у меня тут. Я так довольна вот этим дизайном. Я хотела его совершенно по-другому связать. Пятка моя стандартная. Полукруглая пятка, укрепленная вот этими снятыми петельками. Она так тоже выглядит достаточно винтажно. Здесь, кстати, видно, вот что нить желтая не совсем однородная. Но любой цвет, он чуть-чуть с небольшими вот этими переходами, которые создают объем. И что-то я прямо теряю до речи. Подошву делаю вот такую. А, я говорила о том, что я хотела совсем другой дизайн связать. Несколько раз я перевязывала вот эту часть, разные рисунки пробовала, но решила остановиться на вот этой классике. Она смотрится в этих цветах, конечно, очень-очень хорошо. У меня почему-то вот этот аргайл ассоциируется, знаете, с такими совсем холодными цветами. Синий, голубой, белый, может быть, чуть-чуть где-то красненького. Но вот в таком, смотрите, варианте, ну, все-таки, наверное, даже в каком-то деревенском, да, тоже смотрится очень классно. В общем, вот такие носочки. Сейчас я буду переходить уже на стопу. Вверх будет тоже аргайл, а низ я вам вот только что показала. Будет просто такой вот, вот такая вот шахматка. Пяточка плотненькая. Очень хорошо с жаккардом сочетается. Я прям ее всю до конца связала вот этими, вот этими петлями. В общем, вообще просто полный балдеж. Вот это вот полотно получается шелковистое. Хочу попробовать и пряжу с шелком реги чуть попозже и может быть даже замахнусь на гринду, кашемир. Я знаю, что есть такие противоречивые отзывы о том, как это все носится, но, друзья, вот что касается носочной пряжи, да вообще любой пряжи, это все-таки очень сильно индивидуально, надо пробовать самим. У кого-то она зашла, у кого-то не зашла, у кого-то скаталась, у кого-то носится годами. Очень разные. У кого-то кашемир вылез или як там вылез. Я вам все расскажу, честно, как он у меня будет. Но я думаю, что я вот их свяжу и положу в музей. У меня есть музей в комоде, я собираю там носки, чтобы снять итоговое видео и пока никому ничего не дарю. А в конце года я их как обычно пачками буду раздаривать. Самая востребованная моя книга, видите, она уже видала виды. Рисуночек я взяла отсюда, вот прям как есть. Вот он. Эли Старвар, книга Fair Isle Meeting. В общем, это на самом деле самая моя востребованная книга. Я иногда даже просто ее полистаю для вдохновения. И вот сколько у меня, друзья, есть вот уже книг и журналов по жаккарду. Все-таки это лучшая книга. Хоть и на английском, но это действительно лучшая книга. На сегодня из вязания все. Я параллельно потихонечку вяжу зелененький свой кашемировый джемперок. Надо перевязать все-таки спинку, чтобы плечевые скосы уже были закрыты, чтобы не было там на стыке двойных петель. Я, друзья, прочитала все комментарии. Вижу, что вы мне пишете там, что надо просто сделать еще один ряд. Но, слушайте, у меня в этот раз какое-то обострение перфекционизма. И все ряды у меня подсчитаны заранее. Я вяжу по строгому плану. И еще один ряд это еще один ряд плюс. Я что-то не готова в этот раз отступать от своих расчетов. Вот даже если речь идет всего лишь про один ряд. Поэтому мне сейчас надо немножко смелости распустить несколько рядов и перевязать. Вот этот момент, когда ты берешь вещь, ну, как бы деталь, да, и ты понимаешь, что тебе надо чуть-чуть переделать. И вот этот момент, когда ты взял и распустил первый ряд, он иногда превращается просто в какую-то совершенно невыполнимую задачу, и на это надо настроиться. Но я надеюсь, что сегодня я все-таки смогу оторваться вот от этой красотищи, красотищи, вообще красотищи просто. И на камере, и в жизни, и тактильно. это просто подарок, радость. Я не хотела себя немножко побаловать, и это прям прекрасно. И прекраснейший подарок, друзья. И вообще пряжи, еще раз говорю, не только на носки, и может быть, даже скорее не на носки, это плечевое изделие, и на руки, и в общем прекрасно. Вот, надеюсь, что сегодня я смогу оторваться вечером от этой красотищи, и все-таки спиночку переделать. У меня есть огромное желание связать его и потихонечку начать носить. Ну, вот надо собраться. Сегодня подключусь вечерком. У меня есть еще одно дело. Сходить в багетную мастерскую и забрать дочки на работу. Я раньше оформляла вышивку, сейчас я вышиваю мало, еще пока не совсем уверена, но вышиваю, еще пока не совсем уверена, что хочу из работы оформить и повесить. А дочери, у нас прям отдельное место есть, куда мы ее работы будем вешать на стену. И поэтому сейчас, когда появляются денежки, я хожу и оформляю ее работы. Вот две готовы. Надо забрать, вечером вам покажу. Красивый багет, хотя и простой, и даже пластиковый я выбрала. Причем, знаете, такая ответственность, вот когда ты оформляешь свои вышивки, ну, по большому счету, вот, есть вышивка, есть ты, есть понимание, что надо сделать так, чтобы понравилось всем, но, в принципе, ты решаешь сама, потому что это твоя работа, и, ну, по большому счету, ты единственный, ну, вот, как бы понимаешь, что ты должна вписаться в интерьер, понимая примерно вкусы, там, что кому понравится, что не понравится, но все равно ты решаешь, какую раму взять, а здесь работа не моя, и причем, дочь у меня ленивая, она со мной в багетку не ходит, но я, правда, захожу в багетку по пути с работы, то есть, мне просто удобно, я, когда иду пешком, я просто по пути захожу, не надо выходить из дома, не надо, как бы, делать вот эти большие крюльки, куда-то ехать неудобно, но она со мной не ходит, и мы с ней связываемся по телефону, я выкладываю несколько вариантов, фотографирую, она по цапе смотрит, говорит, ой, это нет, это нет, золото не хочу, бронзу не хочу, давай чуть-либо легче, и вот, короче говоря, это все затягивается очень надолго, и выбор сейчас сводится не просто к тому, чтобы там все угадать, а чтобы еще ей понравилось, а вкусы, я уже поняла, все-таки это вопрос такой индивидуальный, и как-то не вкладывай, как-то не рассказывай, как-то не подводи к тому, что тебе нравится у человека даже маленького свое, все свое, и это важно как бы угадать, важно понять, что понравится, я несколько раз ошибалась, это сейчас не про багет идет речь, а про просто про вещи, какие-то про подарки, и знаете, как бы ты ни настаивал со своей такой взрослой позиции, да, с авторитетом, там, носи эту футболку или носи эту юбку, это не будет носиться, поэтому я просто сейчас уже так не делаю, все вещи мы с ней обсуждаем, обговариваем, либо мы уже дошли до такого состояния, когда у нас одинаковый размер ноги, и чужие, ну, размер одежды, конечно, разный, ну, короче, она приближается к возрасту взросления, и ей уже можно вещи, там, всякие сумочки, например, такие, подбирать так, что если вдруг она не будет это носить, я ношу это с удовольствием, вот, недавно получилась так, с сумкой, я хотела ее заказать на лето сумочку, покажу, но потом, у нее ничего нету такого, она никакая не брендовая, она просто хорошая, качественная, из эко-кожи, китайская, но это нормальная, фабричная, хорошая вещь, очень аккуратно сделана, симпатичная, цвет красивый у нее, такой пудровый, ну, девчачьи-девчачьи, и хотела на лето, чтобы она, когда гулять ходила, не по телефонам все эти гаджеты свои распихивала, а в сумочку положила, я пошла красиво, ну, я сразу поняла, что это будет вещь для меня, потому что она вроде как бы согласилась, говорит, ну, ладно, давай эту, но вот она даже ее из пакета не достала, и в итоге я сейчас ее отжала, потому что она мне очень нравится, еще раз спросила, будешь ходить, она говорит, нет, давай, все, поэтому вот сейчас я все, держу руку на пульсе, надеюсь, что те рамы оформления понравятся и ей, оформляю сейчас пока только в раму, без стекла, потому что это живопись маслом, и вроде как бы ее под стекло не делают, хотя может я не права, но мы посмотрим, время покажет, будет сильно пачкаться, мы как-то этот вопрос порешаем, друзья, все, я побежала на работу, встретимся с вами чуть позже, когда я заберу работу из пакетки, хорошего всем, друзья, ну вот оформленные работы, которые я вам обещала показать, первая работа вот такая вот, это набережная городского пруда, здесь рама такая пластиковая, бежевенькая, серенькая, серенький, вот немножко зеленого, хорошо очень сочетается, с одной стороны, хорошо сочетается с основными цветами работы, а с другой, как мне кажется, не забивает, не оттягивает внимания, работа у нас для выставки, к юбилею школы, рисовала она и долго, писала вернее, ну тут мне нравится, особенно если учесть, что ребенок занимается всего третий год, мне кажется, вообще нормалек, ну а второй, второй вообще мой любимчик, посмотрите, какая прелесть, такое ощущение, что он светится, но на самом деле, света на него попадает, ну примерно столько же, сколько на это просто, вот они ее так написали, чуть-чуть у меня вверху включена лампа, поэтому вот здесь вот падает тень, но в целом вот сохраняется все равно ощущение, из-за этого желтого, как будто солнышко на него смотрит, здесь тоже пластиковая рама, черная вот такая вот, как бы внутрь скошенная, немножечко какая-то тут фактурка есть, ну вот, и совсем гладкая рама, блестящие элементы, но они такие, очень благородного цвета, и с торца тоже, вот этот вот блеск есть, мне напоминает эта работа, какие-то голландских мастеров, которые, ну это я так очень искромна, да, которые, вот на черном фоне писали, я просила, это мой, это мой любимчик, мой подарок, я обязательно повешу на стену, вот такие вот два у нас оформления, все вместе, без стекла, 2900, 2900 рублей отечественных, я на прошлой неделе отнесла работу, и вот сегодня забрала, мне кажется, очень быстро сделали, оформили, я на прошлой неделе отнесла эти работы, и вот, мне кажется, ну максимум, неделя прошла, и я уже их забрала, без стекла, ну я вам уже говорила, ну, стороны очень красивые и легкие, это пластик, вот такие у нас классные штуки, друзья, на сегодня будем заканчивать, давайте я вот своего любимчика покажу, друзья, хороших вам выходных, если смотрите мое видео в выходные, или в пятницу, всем хорошей погоды, хорошего настроения, не болейте, будьте счастливы, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok